В Казанском университете призвано ознакомить участников саммита с лучшими практиками университетов мира. Открыл встречу Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления Сколково. Находясь у истоков проекта повышения глобальной конкурентноспособности 5100, он рассказал, какой смысл вкладывался в проект и к какому результату удалось прийти. Не менее интересным получился разговор на одной из предметных секций, посвященных будущему медицинского образования. В актовом зале научно-образовательного медицинского кампуса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ собрались представители 20 стран, участников саммита. Модератором секции выступил проректор по биомедицинскому направлению, он же директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. В ходе секции перед аудиторией выступил Эндрю Гоу, профессор фармакологии и токсикологии, школы фармации и токсикологии Эрнста Марио, университета Рудгерс. Профессор Эндрю Гоу имеет более чем 30-летний опыт биомедицинских исследований и обучения. Еще один спикер Малькольм Грант, профессор и проректор Йоркского университета, являлся президентом и проректором Лондонского колледжа до 2013 года. Все спикеры секции рассказали об опыте развития медицинского образования в своих университетах. К примеру, доцент Лестерской медицинской школы Лаура Монган рассказала о своем видении перепроектирования учебных планов. После дискуссии, развернувшейся в ходе секции, у гостей была возможность ознакомиться с возможностями биомедицинского кластера КФУ. Он воплощает в себе идею инновационного медицинского образования, где студенты проходят предподготовку на симуляционном оборудовании, начиная с первого курса, прежде чем будут допущены до работы с пациентами. Адель Шамилова, Ленар Тавлетиаров, Универньюс.